здравствуйте друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост и я его ведущий олег сегодня вторая часть мы уже убираем палочку и делаем трюк вальс без палочки ну давайте попробуем ну поощрение также и устаётся палочка у вас должна в руках находиться или подкормка колбаса давайте заведём собачку в положении вальс Вальс. Плохо. Вальс. 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 Молодец, подальше. Вальс. 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 Ай, браво, молодец. Поощряем. Обязательно не забывайте поощрять. Либо колбаской, либо палочкой-игрой. Вальс. Вальс. Ай, молодец, подальше. Вальс. Вальс. Молодец. Вот видите, палочка уже у меня в левой руке находится. Он делает по пальчику. Потом пальчик остается. Вальс. Вальс. Ай, браво. Вальс. 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 Молодец, хорошо. Еще раз повторюсь, главный принцип дрессировки, хорошее поощрять, плохое не замечать. А в следующем уроке мы с вами уже уберем. Вообще палочка не будет присутствовать, не будет присутствовать подкормка. Будет движение просто руки. Движение руки можно оставить голосовую команду. Для чего это делается? Для того, чтобы движением руки вы показывали траекторию движения. Это не обязательно может быть между ног. Это может быть вы рукой какую-то восьмерку опишите. И собачка у вас будет... И когда будет звучать музыка, если вы готовите выступление какое-то, вашей голосовой команды не будет видно, не будет слышно, потому что музыка будет звучать. А вы рукой будете показывать, и собачка будет у вас бегать именно по той траектории, которую вы будете показывать. Заслужите доверие, заслужите уважение, и все у вас получится. Спасибо. С вами был канал Я ему хвост, я его ведущий Олег.